Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События четверга в репортажах наших респондентов. Главные новости. В Садовом снова зацветут сады. Жители села в ожидании завершения строительства водозабора и очистных сооружений до конца года. Главная проблема водоснабжения Садового будет решена. Он автор 20 сборников стихотворений. Его произведения входят в университетские и школьные программы. Республика простилась с народным поэтом Карачаево-Черкесии Назиром Хобиевым. Водительские удостоверения и паспорта граждан России, срок действия которых истек период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлевается автоматически до конца этого года. Это можно считать как выход в космос. Сегодня в день рождения своей газеты нагайцы успешно испытали машину времени и узнали, как они выжили в начале прошлого века. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимреза принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития субъектов СКФО, которое провел полпред Юрий Чайко с участием председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Полпред подчеркнул, что Сбербанк сыграл значительную роль в решении ряда социально-экономических задач, поставленных главой государства и направленных на преодоление негативных последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Обсудили, какие продукты Сбербанка могут быть актуальны на данном этапе, когда в качестве первостепенной задачи определены восстановление экономики, возврат к нормальному функционированию субъектов малого и среднего предпринимательства, а также позволит увеличить количество рабочих мест. Это село хоть и находится на берегу Кубани, но вода – главная проблема жителей. Вопрос водоснабжения в Садовом скоро решится. До конца года там планируют построить объект, который так и называется – «Вдоснабжение села Садового». И с появлением долгожданной живительной влаги в Садовом снова зацветут сады. Аслан Гирюгов расскажет подробнее. На левом берегу Кубани расположилось село Садовое, и ему уже исполнилось 109 лет. Название говорит само за себя. Когда-то Садовое утопало в садах. С годами многое изменилось. Сейчас люди живут обычной жизнью, занимаются своими огородами. Но урожай не очень, так как поливать нечем. Проблема с подачей воды в селе Садовое началась еще в 2002 году. Тогда, после наводнения, смыло водонапорную башню. Но в каждом дворе был колодец, и жители села спокойно отнеслись к потере. Вскоре уровень воды в реке начал уменьшаться, и запасы жизненной влаги в колодцах закончились. В 2006 году построили водонапорные сооружения, но так как река сменила русло, проблема подачи воды вновь стала актуальна. На сегодня строительные работы начаты и ведутся с июня месяца. Сам проект предусматривает устройство водозаборного сооружения, конкретно железобетонного оголовка водозабора. Фильтрационное поле предусматривается проектом. Водонапорная башня Рожновского для регулирования воды. И водопроводные сети порядка 9,5 километров. На сегодня работы ведутся по фильтрационному полю и восстановлению деривационного канала, то есть подающего канала. Постройка данного сооружения входит в реализацию федерального проекта «Чистая вода» и национального проекта «Экология». Это позволит обеспечить качественной питьевой водой значительную часть населения Карачаева-Черкесии. В настоящее время в республике ведется работа по оценке состояния объектов систем водоснабжения. Начались работы по программе «Чистая вода», строительство водозабора, строительство очистных сооружений, строительство уличных сетей. Это все планируем завершить к концу этого года. Руководство села и республики приложит все усилия, чтобы объект был сдан в эксплуатацию в должный срок. Данные работы будут продолжаться до конца года, после чего жители села будут обеспечены качественной питьевой водой. Аслан Гирюгов, Вести, Карачаева-Черкесия, Адыгихабельский район. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 республики составило 4310. Из них 2806 человек выздоровели. В COVID-госпиталях проходит лечение 115 пациентов. Печальная весть. На 1986 году ушел из жизни народный поэт Карачаева-Черкесия Назир Хубиев. Его творчество на русском и карачаевском языках известно далеко за пределами республики. Многие стихи входят в школьную программу по карачаевской литературе. Али Баташев о жизни и творчестве поэта. А вершины все ждали хозяев прихода, и степей побелели печали своей. А из глаз тосковавшего горько народа лились слезы надежды во мраке ночей. В небольшом отрывке из баллады «Карча» – «Любовь к родной земле и живущим на ней людям». Боль депортации и радость возвращения карачаевцев на родину. Поэт родился в 1934 году в ауле Верхняя Тиберда. Окончил филологический факультет Карачаева-Черкесского государственного пединститута и высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. Первые стихи были напечатаны в 1955 году в Киргизии. Став известным, Назир Яхьяевич вел в литературное объединение «Юный поэт», где учил детей любви к слову, умению выражать мысли и щедро делился воспоминаниями о пережитом. После возвращения из Средней Азии, наверное, возвращение был самый радостный день, а сегодня второй день. Это родной аул, по которому я тосковал. Большой успех имел сборник стихов «Всадник», вышедший в московском издательстве «Молодая Гвардия» в 1971 году. Назир Хубиев – один из тех, кто не даст остыть огнё родного очага и литературы, говорил Кайсен Кулиев. В последние годы Назир Яхьяевич выступал как автор очерков эссе воспоминаний. Он награждён Орденом Дружбы, медалью за доблестный труд. Самое главное, его творчество помогает нашему народу знать свой язык, культуру, традиции, обычаи. А это очень важно. Наше вот такое время, чтобы именно настоящим образом воспитать человека. Его стихи являются и патриотическими, и лирическими, и душевными. Назир Яхьяевич сам, вы знаете, бесподобный человек. Назир Хубиев – автор 20 сборников стихотворений. 15 изданы на карчайском языке, 4 на русском в Москве, 1 в Киргизии. Произведения входят в университетские программы литературы народов Северного Кавказа, в школьную программу по карачаевской литературе. Али Баташев, Аслан Баташев, Вести Карачаева-Черкесия. И время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Вечером и во второй половине дня в горах местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-17, днем 25-30. В горах ночью 5-10, днем 17-22. В Черкесске без существенных осадков. Температура ночью 15-17, а днем 28-30 градусов тепла. Водительские удостоверения и паспорта граждан России, срок действия которых истек период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлеваются автоматически до конца года. Об этом сообщает регистрационное и экзаменационное подразделение ГИБДД и Управление по вопросам миграции. Граждане могут обратиться в порядке живой очереди с соблюдением необходимых профилактических мер, направленных на защиту посетителей и самих сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Также можно подать заявление в электронном виде с помощью единого портала государственных муниципальных услуг в любое регистрационное экзаменационное подразделение и подразделение миграционной службы на территории республики. Сегодня успешно испытана машина времени ногайского народа. В свой день рождения газета «Ногая ДВС» отправила своих читателей в 1938 год. Вместе с ногайцами во времени и пространстве путешествовал Руслан Куркмазов. И он узнал, чем ногайцы стали похожи на англичан, и услышал, как звучит бумажная домра. Вот из республиканской столицы в Эркенхалк приехала почтовая машина. Сегодня она привезла необычную посылку – машину времени. Почтальоны, молодая Марьяд и ровесница Великой Победы Лиза собрали свои сумки и направились каждая в свою половину аула, чтобы принести землякам сюрприз. Вот Марьяд пришла к дому Ажмагомеда Катаганова. Он в ауле, как в Кремле, при параде, потому что ждал почтальона и праздничный выпуск газеты «Ногай ДВС». А в газете сегодня машина времени. 23 июля 2020 года опубликована газета за 23 июля 1938 года – первый официальный номер «Ногайской газеты». Читатели века 21-го узнали, как жили их бабушки и дедушки. Например, в колхозе люди от зари до зари работали и получали всего два килограмма зерна за один трудодень. Ажмагомед Катаганов – ровесник газеты «Ногай ДВС». Он и себя-то считает молодым и бодрым. А о возрасте газеты этот импозантный мужчина говорит, как о прекрасной даме. Я считаю, что она молодая. Почему? Потому что этой газете возраст не влияет. Она шагает с жизнью, она дает людям знания, добро, вселяет силу, уверенность в будущей жизни. Эта газета – каждый дом несет радость. Но «Ногайская газета» – это милейшая дама с сюрпризом в паспорте. Родилась она не в 1938 году, а намного раньше. Это официальная дата рождения газеты «Кубанских ногайцев» – 23 июля 1938 года. Это когда газета самостоятельно стала выходить. А до этого история «Ногайской газеты», «Кубанских ногайцев» уходит далеко в 1928 год. Это когда выходила «Ногайская страница», «Ногайбет» так называлась, в газете «Черкесская жизнь». Свежесть «Ногайской газете» придает кровь молодого коллектива. В «Ногайда-ВС» есть своя политика, охота за головами. Так они и нашли студентку Мадину Мижеву. К нам с редакции «Ногайской газеты» приходили журналисты, которые искали людей, пишущих на родном языке, знающих свой родной язык, любящих свой родной язык. А почему по-ногайски не разговариваешь? А я в городе живу, там никто по-ногайски не разговаривает. Особенно мама. Она говорит, чтоб я английский учила, а не ногайский. От английского польза будет больше, говорит. А какие же у тебя будут корни, если ты языка своих предков не знаешь? Ну, от английского и вправду будет польза больше. А что, у тебя в голове только для одного языка места хватает? Ты думаешь, что если ты ногайский выучишь, для английского места не останется? Да, реально, я не знаю. Так ты и английский знаешь. Блин, теперь я вообще себя каким-то лохом чувствую. В отличие от киногероя Тимура, в реальной жизни, например, в ауле Адоль-Халк, есть муслим, который знает, что быть ногайцем – это знать свой родной язык. И для такого молодого поколения ногайцев и хранит новая Давусы древний родной язык. Душой ногайского народа является ногайская домбра. Но там семь нот, а в ногайском алфавите более трех десятков. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать Ногайда-Высы бумажной домброй ногайского народа? Да, действительно, очень хорошее сравнение, Руслан. Спасибо за такое сравнение. Да, это ногайская домбра, газета, это ногайская домбра, можно так сказать. Действительно, как ноты, так и буквы ногайского алфавита ткут историю ногайского народа, можно так сказать. Звучит ногайский язык на страницах газеты. Звучит ногайская культура, самобытность, еще раз подчеркиваю, самобытность, идентичность народа. Бумажная домбра стала родной каждому ногайцу, как и любимый ногайский чай. Изревле главным источником вестей для ногайского народа служила пиала ногайского чая. Народ собирался, пил чай ароматный и обсуждал последние вести. Но эта церемония претерпела изменения в 1938 году, когда появилась первая ногайская газета. И теперь пить чай из пиала и читать газету стало неудобно. И поэтому ногайцы вместо пиала начали использовать чашки. Теперь ногайская чайная церемония стала, как английская, с газетой и чашкой чая. Но чай непременно должен быть ногайским. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов. Ногайские вести. Карачаево-Черкесия. Сегодня абхазо-абазинский народ отмечает День национального флага. Абазина Карачаева-Черкесия официально празднует День флага с 2010 года. Национальное знамя олицетворяет единство, сплочение, связь со своими предками народом. Обычно в этот день принято проводить праздничные мероприятия, посвященные тому стягу, алому стягу. Но в этом году пандемия внесла свои коррективы и не позволила организовать традиционные масштабные мероприятия. Тем не менее, День флага празднует на просторах интернета. Люди поздравляют друг друга и желают, чтобы символ национального единства, гордый риэл над абазинами и абхазами всегда как знак мира и благополучия. Таким был четверг Карачаева-Черкесии. А прямо сейчас в финальной серии драмы-испытания. Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. Субтитры подогнал «Симон»!